А, что? Какого хрена? Ребятки, оцените мою шляпку. Ты чё? Ты идиот вообще? Всем привет, дорогие друзья, с вами Шамби, и сегодня мы продолжаем играть в такую игру под названием Hello Neighbor. Вы спросите, почему же я сейчас сижу в ОБСке, и, собственно, вот это вот у меня перед экраном? Да потому что в этой игре даже нету никакой входной касс-сцены, то есть я как бы зашёл, ну чисто протестировать звук, протестировать качество, там потянет у меня или не потянет вообще. Вот зашёл, и не было никакой касс-сцены, просто меня туда закинуло. В общем-то здесь вот такая вот менюшка, я вам не показал в прошлой серии, но в прототипе была абсолютно такая же. Поэтому погнали, нажимаем плаву, и заходим. Так, по сути, во! В общем-то игра просто сразу так по щелчку начинается, и... Блин, у нас есть свой дом! Ох, ой, как громко, слушайте, давайте я, наверное, вам подкручу тут немножко. Увы, подкручивать приходится именно в микшере, потому что здесь нету меню, насколько я понял. То есть никакие кнопки... Вот если я нажму Escape, то меня просто выкинет из игры. Поэтому тут как будто бы нету никакой менюшки или типа того, ни на что оно не открывается. Вот это вот меня напугало, конечно, я вроде из дома не выхожу, но при этом сверчки у меня сверкочут. В общем-то дом, слушайте, дом как будто бы особо не изменился, но заметно, что многое, то есть поменялось с прототипа. У него появилась машина. Наконец-то у него появилась своя машина, а у меня своя. У меня свой дом есть, кровать. Господи, как тут много всего изменилось. Я очень хочу посмотреть. Здесь выключатель работает. Работает, кстати. Очень, правда, криво, но работает. А здесь? О, прикол, прикол. Блин, мне не терпится просто все осмотреть. Вы не представляете, как долго я хотел поиграть в эту версию. Но все у меня не выдавалось. Я видел трейлер, я видел скриншоты. И, блин, это очень прикольно. Как я могу заметить, кстати, у нас такой пустой дом, на самом деле. Очень пустой. И одна кровать, и что, и все. Лампочка. О, я могу лампочку выкручивать. И вкручивать. Без звука почему-то, кстати, в прототипе. Ой, что это за тряска сейчас была. В прототипе был звук. Здесь звука нету. Но прикольно, что я могу это делать. То есть, если я PAMS. О, я могу сквозь стену выключать свет. Прикол. Так, ладно. Что-то я, наверное, уже застрял немного дома. Мне очень не нравятся эти сверчки. Они мега громкие, такие неприятные. И причем, почему-то эта игра именно ночью сделала. О, смотрите. Подвал-то светится. Блин, я хочу все осмотреть, ребят. Я надеюсь, вы не против. Луна. Блин, ну, именно окружение как будто бы сильно не поменялось. Такое пустоватое. Там вот что у нас? Не вижу. Боковым зрением лучше видно. Там... Я не понимаю, что это. Это человек с крыльями перевернутый. Ладно, допустим, вот на том знаке, если что, кто не понял, что я пытаюсь найти. Блин, офигеть. У нас вот эта вот машина. Машина была, но это была не наша машина. То есть, она каталась вот здесь вот по дороге просто. В этой же версии машин вообще нет. Просто их решили убрать нафиг. Ну, зачем, действительно, они нужны. И решили как бы добавить просто статичные машины. Блин. Ну, дом громоздкий, я вам так скажу. Поменялся он сильно, он стал больше. Но, опять же, я уже вижу, что на второй и третий, в общем-то, остальные этажи попасть невозможно. В общем, сейчас я тут осмотрюсь. Посмотрю, что у нас тут есть. Потому что мне очень интересно. Наш дом вот как выглядит. Тоже интересно. Вот в те комнаты попасть мы не можем. Я так понимаю. Тут просто дверей нету. А чё? А, звук начинается не в доме, а как-то странно, короче. Здесь невидимая стена. Попасть дальше я не могу. И в целом, я так понимаю, во все стороны невидимые стены сделаны. Тень у нас есть. Кстати, мне интересно, как мы по тени выглядим. Точно так же? Текстуры. Ой, точнее, анимации появились. Такие анимации прыжка какого-то. Анимация ходьбы. Анимация бега. В общем, много чего здесь добавили. Блин, мне нравится. Мне уже нравится. Такая атмосферка. Я не знаю, будет ли игра всю. Ну, вся игра в ночи такой, знаете. Но это вайбово. Так-то атмосферно. Прикольно. Мне нравится. Мячик. О! Блин. Держание предметов такое интересное. Оно еще так дрыгается. Причем руки у меня нет. Но это похоже на то, что было в прототипе. Бутылочка. Что на ней написано, кстати? СТ, по-моему. Стикс. Вода стикс. Это знаете, как лейс стикс есть. Не реклама, если что. А тут вода стикс. Как вода стикс может быть, если она... О! Где вода? Вода! Вода! Она пропала! Она исчезла просто. На моих глазах. Блин. Так еще интересно, смотрите. Как-то все очень здесь качество просело. Не знаю, как будто бы все в кубиках стало. Возможно из разрешения какая-то проблема в этой игре. Потому что, когда я пытался захватить эту игру через УБС, там была проблема как будто с разрешением. Потому что там как-то съезжала у меня картинка постоянно. Не знаю, какое здесь разрешение, но у меня растянуто на весь экран. Просто бывают такие игры, когда делается маленькое разрешение, но растягивается в весь экран. То же самое было с Масяней, той же, которую мы играли. Вот. И поэтому видно все в таких кубиках. Надеюсь, у вас битрейта не будет. Хотя, вроде, у меня нормальный стоит битрейт. О! Что за фигня? Я мол... Подождите, я могу спать? Что это? Типа... Просто я нажимаю на кровати Е, и меня вот так вот тпхает резко, дергает мышку. Если я просто на что-то другое нажимаю Е, ничего не меняется. А вот так меня дергает. О! Что там творится? Там сосед уже гуляет? Подождите, а зачем мне спать? Просто не зря же здесь кровать, и меня дергает вот так вот. Зачем мне спать? Ладно, разберемся с этим, разберемся. Мне интересно, что вот там вот происходило. Там что-то вот все прыгает. Там сосед уже гуляет или что? Я еще не готов. Подожди, дай я осмотрюсь. Я же надеюсь, он меня здесь не может достать. Это же у меня сейф-зона, получается. Ну, не может такого быть, чтобы он меня здесь доставал. Верно? Ясно. Деревья здесь, как обычно. Динамик пиксельс в своем роде. Как я это сказал? Динамик пиксельс. Здесь очень много всего поменяли, на самом деле. Очень много всего добавили. Ой, как ярко. Я хочу осмотреть каждый предметик, потому что я думаю, мы на этой игре... Ох! Ребятки, оцените мою шляпку! От одного... О, она флексить начинает. Флекс, 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 пошел, пошел, пошел! Катает вообще! Блин! Йоу! А, блин, упала. Прикольная шляпка. В общем-то, мне прям будет интересно. Я думаю, мы в этой игре засядем подольше, потому что... Столько всего здесь добавили, и это уже не прототип, это уже полноценная игра. Да, это не релиз, но это уже полноценная альфа. Кстати, какой размер? Какой размер? Был 0.1. Или 10. 10, да, так и остался. Абсолютно такой же. Что за фигня? И когда смотрю вниз, я двигаюсь просто со скоростью черепахи. Когда я полностью смотрю вниз, я вообще не двигаюсь вперед. Вот, влево-вправо-вперед-назад. Как будто бы настройка для, знаете, геймпадов каких-то. Или типа того. Я могу вот так вот медленно идти. Прикол. Так вот, водичка. СТ. Я перезошел специально, потому что у меня вода пропала. Мне просто интересно. Точнее, стикс. Вот. Бэнс. Кидать я могу, да? По сути. Да, могу, но, слушайте, сила броска вообще уменьшилась. Очень сильно уменьшилась. То есть, если раньше я кидался с такой силой, что просто отсюда можно было докинуть до того дома. Сейчас же вот с такой силой. Ну-ка, а если тапок? Вроде он должен быть менее... А, вот тапок нормально кидается. Теперь у всего есть сила броска некая такая. Интересно. Блин, я помню в детстве... Ну, я вам уже говорил, что я в детстве, вот когда игра была на мега таком хайпике, когда ее все снимали, в детстве на своем старющем компе... Кстати, нифига себе, блин, туса. На своем старющем компе я играл, возможно, даже в эту версию. Я не помню, честно. Это было лет... Года 4 назад? 5, возможно. Не знаю, это было очень давно. Я типа вообще оттуда ничего не помню. Ну, вот... Вот то, что я помню точно, это то, что я постоянно заносил предметы в дом. Что ж такое? А, все нормально. То, что я постоянно как-то пытался все занести в дом, коллекционировать и своровать из дома соседа. Создать как бы в своем доме уют из предметов соседа. Вот. И, блин, это было офигенное время. Вот мне прям очень нравится. Еще мне интересно, почему здесь потолки сделаны из обоев. Какого хрена? Динамик пиксельс. Вот это что? Зачем? А-а-а. Кстати, open. Рычажок такой добавили. Я могу выключать свет фонаря. Ну, он пусть горит. Че он? Нафиг мне его выключать. А там тоже лампа, кстати. Могу ли я ее забрать? Сейчас уже экспериментики полетели. Бен? Могу! Прикиньте, могу лампу забрать. Воровал. Ну, ладно, вернул. Она, по-моему, не так лежала. Вам видно или нет? Она висит, как обычная лампа. Вроде бы она как-то вот в ту сторону смотрела. Ну, ладно. Тоже прикольно. Добавили некий интерактивчик. Мне это нравится. Прикольно. Я такое люблю. Вазу. Мы тут вазу видели. Вот эту вот коробку. 1804. Это у нас коробка из прототипа. Собственно, тут ничего не поменялось вроде. Будильник. Вау. Подождите, а? Ну-ка. На свет. Давай. Нифига не вижу. Да, обычный будильник золотой. Я могу его запустить. Он еще так... Звук странно. Я могу его запустить. Он реально идет. И я так... Да, я так понимаю, это для отвлечения соседа сделано. То есть в какой-то момент он может такой зазвенеть. И сосед прибежит на этот звук. О, да, вот. Есть. Звоночек есть. И сосед, я так понимаю, должен сагриться на этот звук. И прийти. Но сейчас, я не знаю. Просто я в своей сейф-зоне. Я так понимаю, он меня здесь не достанет особо. Ему в целом на меня все равно. Типа, что я тут делаю. Ну, представьте. Ваш сосед просто такой вышел на улицу. Взял будильник. Позвенел им что-то. Ну, в целом проблем никаких не составляет. Верно? Верно. Поэтому стою у меня где-нибудь здесь. Предметы занести я должен, по сути. Ну, я так думаю. Потому что... Я так понимаю, я переехал только что. Потому что, ну вот, вещи только разгрузил. И в дом еще даже не занес. Поэтому давайте наведем уют в нашем доме. Шикарнейшем. Кстати, брать я могу только четыре предмета. Все-таки давайте вернемся в те ностальгические времена. Когда... Ну, мне писали, что на самом деле не я один так делаю. Мне писали, что, типа, люди тоже так делали, когда играли в Hello Neighbor. Поэтому, я думаю, все-таки я не шизофреник. Очень на это надеюсь, по крайней мере. Так, коробки у меня будут. Как полки. Коробки, кстати, нормально ставятся на этот раз. Потому что я помню, что в прошлые разы... Очень по-уродски ставились коробки. Они, типа, прыгали так неприятно. А, я подумал, мы с одним тапком, блин, приехали. Странно даже. А, у нас один левый... Один левый, другой левый. Прикол. Шляпу даже некуда вешать. Была же вешалка. Че, мне ее на пол бросать? Ладно. На ящик. Импровизированный. О! У нас есть инвентарь, смотрите. То есть, вот. Вот такой вот инвентарь. Но, правда, в нем ничего нет. Показывается. О! Я стекло разбил. Извини, Ахтунг. Извини. О! Че за фигня? Я могу до чердак попасть. Просто из своей комнаты. Сразу. Мне кто-то писал. Короче. Что, можно как-то летать на мусорном баке? Ща, я попробую. Вроде, типа, нужно на него как-то залезть. И... И че дальше? Не помню. Так. О! Где мусорный бак? Где мой мусорный бак? Чего, Блэд? Это что? Я могу наклоняться, ребят. Прикол. О! А, стоп. Какого фига? Я могу... Текстуры входить. Прикол. Интересно даже. Это странно. Я могу вот так вот в флексе чисто. Пэм. 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 Так вот. Я не разобрался, блин, с... Полетом. Как мне летать? Расскажите. А, что? Какого хрена? Что я сделал? Где я? Куда я полетел? Я за картой. Здесь красиво, слушайте. Какого фига вообще? Я не думал, что настолько я смогу летать. Ааа. Ё-моё. Слушайте, ну райончик такой. Вполне... Жёсткий, я вам скажу. Дом горит. Дом прозрачный. Господи. Сколько же я багов нашёл за то время, пока я здесь нахожусь. А нахожусь я здесь достаточно... Недолго. Назад, я думаю, я вернуться не смогу. То есть... Там, наверное, невидимая стена меня не пустит чисто. Блин, ну здесь очень темно. Мне вот это не нравится. Мне бы либо фонарик, либо утро, я не знаю, как-то. О, дома непрозрачные. Вау. Динамик, пиксельс. Вы делаете успехи. Дело ли, точнее, это ж старая всё-таки игра. Как будто бы она только что вышла, знаете, я разговариваю так. Столби. Оп. Здесь всё, слушайте, непрозрачное практически. Некоторые дома, которые прям далеко-далеко. Вот тут дом горит. Я не понимаю, почему он горит и зачем. Ладно, видимо, просто для наполнения. И видно ли его вообще со двора, ну там мы посмотрим. Просто интересно. Сейчас мы погуляем тут немножко. Чем тут заполнили, в общем-то, пространство. Мне кажется, я не должен был так взлететь. Ну, либо должен, хрен его знает. Здесь край света, понятное дело. В целом, при альфа меня уже удивляет. Очень интересно и необычно. Знаете, такой геймплей за картой. Кстати, смотрел я вот как раз-таки презентацию Hello Neighbor на геймдев. И там вот этот вот геймдизайнер, я точно не помню, как его зовут. Извиняюсь, я очень плохо имена запоминаю. Вот. В общем-то, он рассказывал, что Hello Neighbor построена на такой механике, что типа игрок сам себе придумывает всякие трудности, всякие пути прохождения. И то, что когда что-то происходит в виде бага, то у человека сразу появляется ощущение вот этого, что он сломал игру. Он победил игру, он сделал что-то свое, и у него это получилось. Вот. И примерно то же самое я ощущаю. И да, я согласен, это действительно интересное ощущение. То есть, блин, я сейчас полностью сломал игру. Я попал за текстурой и гуляю за ними. И это именно то, что, мне кажется, он пытался донести на той самой презентации. Тут странный склон на углу карты. Хотя о каких странностях я вообще говорю? Я нахожусь за текстурами, где вижу край карты. Какие вообще странности, что я несу? Очень темно. Очень темно вот в этих местах, где тени особенно. Вообще нихрена не видно. Вот там, где луна светит, еще более-менее видно. Но в других местах нет. В прототипе, помню, у нас был фонарик, но он не работал. Но вот здесь пока что не знаю. Вроде бы, кстати, у нас в той куче был фонарик. Или мне показалось? Не помню. Но дом соседа и наш дом очень сильно выделяются. Но наш дом еще более-менее. Но дом соседа, он тут вообще другой. То есть, даже подобных к его дому нету. Там вот какие-то балки, подпорки. Странно очень. Странный сосед. Кстати, прикол еще в том, что это все можно заметить с того расстояния. Вот эти вот проделки текстур странные. Здесь вообще что это такое? Почему здесь такой угол и еще какое-то дополнительное пространство? Ну, интересно, конечно, что здесь реально дом горит просто. Просто ни с того, ни с сего дом горит. И причем со стороны... Ну, с дороги можно увидеть, да. Вот там вот, если выйти на дорогу, то можно увидеть в целом. Но больше нет. То есть, ниоткуда. Интересно, конечно, в чем была задумка горящего дома вот такого. Тут, кстати, я на крышу даже забраться не могу. Потому что дома имеют такую квадратную или прямоугольную текстуру. И то есть, хитбокс именно. И поэтому на них попасть нельзя никак. Жаль. У дальних домов нету заборов, кстати. А вот у чуть-чуть ближних таких есть. Тоже для наполнения сделано, скорее всего. И он как-то странно работает. Вот этот дом прозрачный. А дом подальше, вот этот вот, он... Ну, типа, я могу в него удариться. Конкретно он непрозрачный. Странно очень. Какое-то такое небольшое расстояние от дома. Происходит вот эта вот смена сверчков на просто тишину полнейшую. У меня в ушах жужжит от этих сверчков. Странное такое ощущение. Да, назад я вернуться не могу. Здесь просто невидимая стена. То же самое, что и с той стороны. Смотрите, кстати, вон окна заколочены. Интересно. Блин. Интересно дом изучить, но при этом изучить... И вот это тоже интересно. Вот он, знак. Реально человек, перевёрнутый с крыльями. Это отсылка, наверное, на этого, как его. Забыл. Блин, у которого, короче... Который бы слишком близко к солнцу. Подлетел, типа, и у него крылья сгорели. Как же его зовут-то? Икар, точно. Совсем забыл, блин. Я... Чё-то вообще память у меня ужаснейшая. Вот, но... Возможно, какая-то отсылка на Икара. Типа. Хрен его знает. Но видно, это и с той стороны, поэтому... У нас, кстати, вроде там ещё бинокль есть. Поэтому, я думаю, вообще разглядеть проблем не будет. А? Здесь звук ходьбы по... Доскам. Хотя досок нет. Странно. Блин. Странный такой паттерн заборов. Здесь такой поломанный. Здесь идеально покрашенный такой, починенный. Только... Ну, насколько бюджет хватило, я так понимаю. Короче, ладно. Гулять за текстурами, конечно, интересно. Но я, вроде как, всё тут просмотрел. Как будто бы здесь больше ничего не осталось. Такого из тайного. Самое интересное, это вот. Икар, возможно. Возможно, просто челик падает вниз с крыльями. Вот. И дом горящий. Отсюда, кстати, не особо видно. Как будто бы... Ну, такое ощущение, как будто бы просто там горит свет. Просто очень криво расставленный свет. Или какой-то хэллоуинский праздник. Не знаю. Там тыквы стоят. Но... А там на самом деле огонь. Прикол. Но затвернуться не смогу. Мне придётся перезаходить в игру. Блин. Чё же сосед здесь настроил? Это просто жесть. Сколько тут всего? Интересно даже. В заднем дворе, смотрите, тут стол. Я, в общем, это всё посмотрю. В будущем. Ну, сейчас точнее. Перезайду. Вот. Сколько тут всего. И это очень странный дом. Очень странный дом. Честно говоря. Ещё какое-то странное пятно появляется, когда я смотрю наверх. Короче, ладно. Я перезахожу. Тут, наверное, больше ничего интересного нету. И всё-таки мне интересно, где сосед. Его просто нет. У него вон... Я не знаю. То ли просто идёт свет из подвала, то ли он открыт. Очень плохо видно из-за пикселей. Вот. Мне просто, кстати, интересно, как работает этот баг. Ой. Придётся опять перезаходить. Короче, когда приседаю... То... Блин, я под текстуру поехал. Там вон дом, кстати. Под этим. Под текстурами. Короче, когда я приседаю, то просто... Начинает колбасить... Мусорку. И меня подкидывает сильно. Вот. Ну, не знаю. Разбиться я не могу. Просто упасть никуда я не могу. Я так понимаю, я буду падать просто бесконечно. Пока не наступит утро. Ощущение такое, как будто реально рассвет наступает, пока я падаю. Ну, как-то так карта выглядит. О! Чего я не заметил. Кстати, здесь помидорки есть. Вот они. И, кстати, их ставить могу. Просто в прототипе, когда я их бросал, они просто падали и разбивались. И еще, когда я на них наступал, они тоже падали и разбивались. Короче, странные помидорки были. Вот помидорки вот такие вот. Интересно. Я застрял. О, есть. Так. Как-то странно, как я это сделал. Репортируюсь еще. Короче. Вот такие вот помидорки. Я их, наверное, могу тоже бросать в окна. Да, они разбиваются, но без звука. Как-то они странно разбиваются. То есть, раньше там был звук вот этот вот плюханье. А так они просто бьются. Короче, обычные помидорки. Хрен его знает. Они лежали в мусорке вот тут. Эм. Помидорки нужны для отвлечения соседа, если что. Я так понимаю. Еще интересный факт. Заметил. У него вот там вот двери есть. На самом верхнем этаже. То есть, как бы ни казалось, что второго, третьего и так далее этажей нету. Но все-таки на последнем этаже какие-то есть двери. Интересно. Мы туда попадем обязательно. Я же на крышу заберусь с помощью коробок. Помидоры могут висеть и без стекла. Им это не обязательно. Мусорка какая-то очень бешеная. Что бы я ни делал, она постоянно как-то ломается, багуется. Странно даже. У нас добавили радио еще. Опа. Какой-то испанец или итальянец рассказывает мне, как будто, знаете, футбол. Такой футбол. А он там перешел туда-сюда и этот, короче, пнул мяч и, короче, уже попал в ворота. Ага, гол. Вот что-то типа такого. Интересно, кто это рассказывает, кто это разговаривает и что там рассказывается. Вот, я думаю, может, поищу тоже, разберу как-то эти дорожки. Вот. Бренд у нее Ацедия или Акедия. Вот. Интересно такое. Знаете, прикольчик. FM-FM. Точнее, FM-PM, по-моему. Вот. Тоже для отвлечения, скорее всего, соседа. То есть мы можем его чисто взять и отвлечь. Таким образом. По телевизору тоже он идет. Да что ж такое. Он везде просто. Крутилки здесь всякие. Звук, каналы. Кстати, 12 каналов. Блин, было бы интересно, если бы было 13 каналов. Да тихо, заткнись. 13 каналов было бы, типа, невезучее число, короче. Система модерна. Может быть, рекламу какую-то. Вбахивает. Банков, банков. Услышал банков. Экучас, экучас. Что это значит? Объясни. Оля, оля, оля. Оля, оля. Господи, как он агрессивно рассказывает. Слушайте, мне аж самому интересно найти помехи смотреть. Все, закончил. И заново началось. Короче, чел что-то рекламирует, я так понял. Не понял. Не понял, что именно, но... Он, скорее всего, что-то рекламирует. Что-то там про какие-то эти я рассказывал. Проблемы и не проблемы. Короче, странно. Швабра. Йоу. Я что-то ее взял, даже как-то не обратил внимания. Не помню, была ли у нас швабра в прототипе. По-моему, ее не было. Ладно. Пусть тут стоит. Сковородка, кстати. На Вике было написано, что она есть в прототипе, но в прототипе ее не было. Хотя это фанатский прототип. Поэтому хрен его знает. Такая вот сковоритка, сковородка. Итак, ребят. Прошу оценить мой дом, который я, собственно, обустроил. Вот такие вот вазы на входе. На помидоры не обращайте внимания. Это... Так. В общем, вазы вот такие. Здесь типа цветочки, все дела. Тут вот разутся. Сразу подмести можно, если что. Сразу разулся такой. На улицу вымел. И нормально. Здесь вот такое вот. Можно включить. Ладно, нельзя, видимо, включить. То есть ее можно только в руках включить. Ооо, сломал! Ооо, ладно. То есть только можно в руках включить. По-другому никак. Вот так вот здесь. Будильник, кстати, тоже нельзя включить. А вот телевизор можно включить именно не беря в руки. А если в руках? А в руках он не включается. Короче, странный телевизор. Вот. В общем, оцените мой дом от одного до... Одного. Ооо, вот, как вам, собственно, такой вот салончик у нашего главного героя. Это, я же так понимаю, это наша машина, верно? Ночья же еще. Около нашего дома. О! Да есть же. Смотрите, что сделал. Я попал в закрытую комнату. С помощью вот этого вот бокового зрения своего. Ну, тут пусто. Полностью пустая комната. Интересно, даже смогу ли я... О, я могу разбить стекло. А могу ли я туда попасть? Подождите, с помощью коробок просто интересно. Нет, здесь невидимая стена. Блин. Ну, ладно, там все равно пусто. Вот мне бы на верхнюю... О, и сверху ломается. Как все удобно. А я так понимаю, все меня... А, коробки пропали. Я так понимаю, все меня так подбрасывает. То есть вот, смотрите. Это меня толкнула так коробка просто. То есть я просто на нее встановлюсь и такой бэм. И полетел куда-то. Я почти дома у соседа. Ё-моё. В общем-то, ладно. Погнали, наконец-таки, дом к соседу. Посмотрим, что у него тут есть. Кстати, этот почтовый ящик 1414. Все такой же остался. Из прототипа. Вот, машинка у него. Ну, вы просто гляньте. Солидный мужчина такой, знаете. Интересно, у него здесь машинка. Интересно, что ни номеров, ни названия нет. У него машина... Не у машины главного героя. Не у машины... Соседа. Кстати... А я всегда ходил как будто по полу или... Или нет? Просто я хожу как будто бы постоянно по деревянному полу. Ну, ладно, допустим. Че это? Огрызок? Какого хрена? Огрызок просто. Прикол. В общем-то, ладно. О! Я могу ему позвонить в звонок. О! О! Что ж я сделал-то? Господи. Пресс. Нажмите. Сосед. А где он? Здесь такой вайбик. Ой-ой-ой-ой. Как будто он меня заметил. Нету такого ощущения. Так, окей. Вот, собственно, его подвал. Сосед. А где сосед? У него просто подвал открыт. Эксит. Интересно. Второй этаж завален. Блин, дом полностью поменяли. Дом вообще другой был. Ковер. Погнали. А! Блин! Идиот! О! Утро! Ага. А вон он ходит. Все, то есть началось, я так понял. Началось, наконец-таки. Сам геймплей. Блин, нифига он меня напугал. Скотиняка. Так. Окей. Окей. У нас наконец-то утро. Ух, как хорошо-то все видно, ребят. Какой кайф. Так, сосед. Что у тебя тут есть? Что у тебя тут есть? О! Коробка! Полетела! Коробка в космосе. Космическая коробка. Возвращается. Как полет? Нормальный? Это хорошо. Мусорные пакеты добавили, кстати. Такие странные они, необычные. Видимо, он в них трупы складывает, не знаю. Осуждаю. Вот. Кстати, интересно, что в прототипе я тоже замечал что-то похожее на мусорные пакеты. Вот. О! Опять я летаю. Вот. Где-то у соседнего дома вроде было что-то похожее. Смотрите, дом до сих пор горит. Отсюда видно. Даже днём горит. А мне просто интересно. Вот сейчас я же могу вот так вот сделать. Я так понимаю, на мусорке летать легче, потому что она высокая, типа. Понял. Так, нет, давай-ка. Где я? А, не, всё нормально. Пам! Нет, стоп. Так. Внутрь. Давай. Как там это делается? Забыл уже. Пам! Полетел! Ну не сюда! Я не так хотел. Я не хотел за текстурой лететь. Блин. Я хотел просто посмотреть то, что с другой стороны. Ладно. Интересный факт. Кстати, в игре нету сохранения. Поэтому приходится как-то выкручиваться. Яблочко. Оп. Полетело. Короче, ладно. Погнали тогда запустим снова эту скриптяку. Бэм! Оп! Соседушка на нас нападает. Интересно. О! Теперь, кстати, другой этот получается. Другое время. Если я посплю, будет утро. У меня аж этот упал. Как его тостер. Я могу, получается, спать и скипать ночь, день и так далее. Здесь еще звуки другие. Интересно. Это вечерний звук. Утренний звук. Таких птичек неких. Дневной звук. Дневной более такой теплый. И вечерний такой же, как и утренний. Ну, ночной мотк... О! Ты чё? Скотина такая! Я дома у себя. Он чё, сейчас ко мне прибежит? Он ко мне бежит? Он капкан кинул! Ты чё? Помидоры кидает. Подожди, он научился капканы ставить. И бросать, в общем-то. Ты чё, идиот? Стой, это мой дом. Очень громкая игра, блин. Так он здесь! Алё! Чё мне делать-то? Или где он? Где он? Он дома у себя, или... Чё случилось? Сосед? Он научился капканы кидать. И причём ставить. Их вообще не было. Прикол. Помидоры. Вот, кстати, кидал. Нужно много раз нажать пробел, чтобы... Выбраться. Он у себя... Я у себя дома, дружище! Дай мне сейв-зону. Ой, я могу сам поставить капкан. Дай мне сейв-зону! Да нет, стой, это мой дом. Иди в жопу! Ты псих! Я тебе капкан вон поставил. Вот, ладно. Ну, вообще... Чё за фигня? Чё за фигня? Ой, чё я сделал? Чё случилось-то? Ты чё? Ты идиот вообще! Ко хрена? Чё он такой огромный? Сосед? Ты вообще псих нафиг! Ой-ой-ой. Что происходит в этой игре? God damn! Вы вообще видите, что с ним творится? Он сумасшедший. Ну... Что? Что с игрой? Чё у меня по FPS? Что произошло-то? Что произошло? Почему игра так дёргается? Понятно. RTX 2060 Super не тянет. Что с ним? Почему так игру дёргает? Странно. Машину чинит. О, лагать перестало. Машину чинит. Он чинит колесо для машины. Ставит его, типа. Интересно. У него, кстати, вон там, смотрите, появилась доска. Замок, типа. Ещё кодовый замок слева. На двери. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Вот, смотрите, поставил такой этот... Как его? Кронштейн. Проекте тут зайдут? Ключ. Прикол. Я сейчас открою тогда. Да что так лагать? Он двигаться начал, да? Я прячусь. Да, он зашёл. Я в шкафу. Я двигаться не могу. Очень странный шкаф. Он когда двигается, у меня лагает. Что происходит? Он сел. Видимо. Где-то. Ро. О! Какого хрена происходит? Хватит. Хватит лагать. Он когда двигается... Он, короче, двигается, начинает вот так трястись. И у меня лагает из-за этого. Он разбил стекло своё. Что он творит? У меня лагает. Мужик, ты можешь не ходить? Я не знаю. Какого хрена? Что происходит? У меня был ключ. Фонарик. Там вижу. Короче, когда он что-то делает, у меня не лагает. Я заберу колесо. Стёкло бьёт. Он вообще идиот. Короче, ладно. Я перезапущу игру, наверное, на всякий случай. У меня просто лагает очень сильно. Произошёл, короче, какой-то очень странный баг. Ну, вы видели. У меня сосед вот так вот начинал резко дёргаться. Из-за этого у меня создавались фрезы. Когда он начинал новую анимацию, то всё было нормально. Всё было нормуль. Почему здесь на дороге валяется огрызок? Кто его оставил? Сосед! Ты вообще идиот! Зачем ты это делаешь? Кстати, еда китайская вот эта вот. Она была в прототипе, но при этом она была не помятой. Там была еда конкретно. Помятые бутылки. Сколько здесь всего? Газонокосилка! Она может ездить? Я могу её поставить? Чтоб она каталась? Алё! Поехала! Кстати, газонокосилка поменялась с презентацией. В прототипе её не было. Очень даже поменялась, я вам скажу. Поехала, блин. Ладно, пофиг. Прям что я в мусоре копаюсь? Есть только огрызки и всякое остальное. Ничего интересного. Цветочки. Нормально тут сосед обжился, блин. Причём, смотрите, здесь у него колесо нормальное. То есть оно не сломанное. Его даже чинить не надо. Не знаю, что случилось. Вот когда он меня поймал, видимо, он попал в аварию. Сразу же после этого. Карма его настигла. Чё, цветами не могу разбить? Стекло? Или здесь стекло непробиваемое? Лейка! У меня стекло разбиваемое. Почему-то цветами невозможно сломать, типа. А где ключ? Здесь ключ висел вроде. О! Ты чё? Камеры ставишь тут? Чё такой звук? Просто цензура, цензура, цензура. Подождите, а я могу? Я могу заглянуть туда. О! Сосед! Что ты тут прячешь? Лейка, ведра, кстати, вон книги. Те самые. Ведро, кстати, из прототипа, который он с собой носил. Я так понимаю, нам можно будет его тоже с собой таскать. А вот то чё? Чё это такое? Тут дверь есть вроде тоже, можно посмотреть. Ой! Что это такое? Это... Ой, это ё-моё. Я даже понять не могу. Это какой-то напильник. Блин, ну вы пойми, ладно. Пусть будет у нас, допустим. Блин, я могу брать чё угодно, получается, из-за стены. Интересная механика. Мне нравится. Ведро. Тоже прикольчик. Такое вот ведрышко у нас. Ё-моё. О! Чё за фигня? Я, короче, просто нажал на капканы, и он меня схавал. Ёк-макарёк. Как мне теперь из него выбраться? На пробел просто. Вот так вот, всё отлично. Бэм. Капканчик. Интересно, капкан, вот он... Он бросался в меня капканами и помидорами. Вообще сумасшедший просто. Я могу раздвигать капкан, и типа, сам же в него попадаться. Или же ловушки для соседа как-то делать, типа, вот так. Бэм. А если я его застоплю здесь? Ну, посмотрим. О! А вот это можно нажать? Рычажок. Вот так вот. Я же могу, наверное, сквозь стену тоже. Здесь, смотрите, стены наполненные. Чё за фигня? Стены же обычно не делают наполненные. А, нет, это просто стена с этой стороны. Ладно, рычаг, видимо, тут не жмётся. Чё здесь ещё есть? Дотянуться ни до чего не могу. Но то, что я вижу, там вот книжки. Ну и в целом всё, больше ничего интересного. Ну, думаю, мы сюда ещё попадём. Я просто наперёд всё, блин. Изучаю просто. Лампочки. Яблоко. Воу. Кстати, не огрызок. А, наконец, яблоко. Не помню, было ли в прототипе яблоко. По-моему, было. А вот огрызков точно не было. Сосед! Здорово! Ну и тут кухня, смотрите, какая-то. Ха. Сосед. Вот эта дверь закрыта, я к нему попасть не могу. Он тут стоит. Он стоит. Тут просто чилит, братишка. Вон у неё там равиоли лютейшие. Холодильник. Просто интересно изучить дом до того, как начнётся, я так понимаю, главная часть сюжета. Ну, то есть, главная игра, типа, хрен знает, как сказать. Я могу вот это пооткрывать. Нафига, правда, непонятно. Второй этаж. Ну, там мега пусто, там видно, что они доделали. Да, там вообще ничего нету. Тут даже не умудрились делать какую-то темноту. Или типа того. На диване я спать не могу. Грустно. Что это? Картина. Слушайте, что изображено на ней? Как-то можно его перевернуть? Во, идеально. Яблоко. Иди нафиг отсюда. Это сосед с кем-то. Очень похож слева человек на... Как его зовут? Джеб? Вроде. Не помню. Который создаёт Майнкрафт сейчас. Ну, один из людей, кто создаёт сейчас Майнкрафт. Это типа сосед и его брат. Или его друг. Хм. Интересно. Фонарик, кстати. Он работает! Сюда же. Бэн. Вообще замечательно. Теперь у нас есть возможность светить. Наконец-таки. А то в прошлой версии у нас такой возможности не было. Здесь у него открыто, но при этом кодовый замок есть. Не знаю, можно ли... Ах ты ж, блин. Сам же напоролся на свою ловушку. О, подождите. Меня видно на тени фонарика. Ух ты ж, ёпты ж. Меня видно на тени фонарика. Бэн. Подождите, я хочу посмотреть на себя. Вот такой вот я. Интересный мужичок. Руки в боки. И пошёл. Приседаю я всё ещё, проваливаясь под пол. Нормальный я такой чисто. Реально, руки в боки. И поехал. Анимации дёрганные, но... Как будто бы они взяты всё-таки из прототипа. У соседа такие же анимации, по-моему, бега. Или мне кажется. Прыжок такой. Странная анимация прыжка. В общем, ладно. О, я могу кнопки сжать, кстати. Пароль ввести даже некий. Правда, я не думаю, что это будет полезно. Здесь тоже какая-то комната, смотрите. Двери не открываются в эти комнаты. Но я могу вот так вот заглядывать и брать даже что-то иногда. Здесь досками заколочено. То есть, даже с улицы сюда не попасть. Чисто физически, потому что здесь просто заколочено. Сюда, в общем-то, не попасть никак. Здесь вот тоже какая-то спальня. Смотрите, я могу даже посмотреть. Вот такая вот интересная спальня тут. Это, я так понимаю... Короче, штука, которая весь дом утепляет. Типа, отопление. Или как она там? Котельная, не помню. А это что такое? Просто комната перевёрнутая. What the fuck? Мужик, ты чё, вообще рухнул? Вот на улице я хочу посмотреть... Опа. Тут тоже дверь, кстати, смотрите, есть. Я её не замечал. В общем-то, чё? Хочу фонарик взять и на улице немного побегать, посмотреть. Чё у нас тут вообще? Да ничего интересного в целом. Просто стол. Который, кстати... Я двигать не могу его, да? Блин. Та механика была реализована только в прототипе. Блин, прикольная же была механика. Интересно, почему от неё избавились просто. Короче, там что-то есть вроде. Хрена узнает. Кружки с быками. В общем, погнали в дом. Интересно, что за этой дверью. Тут он... О! Здесь стулом подпёрто. Подождите, а я могу его забрать? Ха-ха! Я могу попасть сюда! Слушайте, моё почтение. Картины какие-то интересные. Похожи на зеркало. Даже больше, чем на какую-то картину. Картины, кстати, из прототипа тоже взяты. Частично. И сюда можно попасть. А сосед тебе пофиг на меня будет, да? Я так понимаю. Алё. Ты... Типа... Просто статичный. Возможно, если я просто ему в поле зрения попаду, всё на меня побежит. Ну ладно. Лампочка. Как она здесь держится? Ха-ха. Интересно. Чё здесь у нас? Кресло. Как это всё? Это, по-моему, приклеил, что ли? Чё за фигня? Тут дверь для лилипутов или что? Стекло, кстати, я могу разбить, но доски мне будут мешать пройти, в любом случае. Вот здесь выход. Так. Интересненько. Интересненько, чё у тебя тут соседушка? Творится вообще? Лампы вот такие. Вроде, кстати, они у нас были уже в прототипе. О, ванна. Вот это вот интересно. А... Он здесь бутылки, видимо, наполняет. Вообще сумасшедший. Это, стойте, это... О! Подождите. Чего, блин? Это ультрафиолетовая лампа? О. Прикол. Ладно, пусть стоит. То есть, это что-то похожее на сковороду, но при этом это ультрафиолетовая лампа. Странно даже. И вот это котельная. Чё у нас тут интересно? Собственно, сам котёл, я так понимаю. Трубы куда-то ведут. В никуда. Понятно. Мусор. Мусор, мусор. О! Чё это? Hammer! Ура! Hammer time! Кстати, я могу... Подождите, я могу... Ходить с включённым фонариком и при этом, типа, чё-то делать молотком, допустим. Прикольно. Вот, кстати, книга вот эта вот. Мы про... Мы про... Я про неё вам вроде писал, что это, типа, реально существующая книга. Не помню точно, как она называется, но можете пересмотреть предыдущее видео. Там я про это говорил. Так, свет, кстати, не включается. Свету вообще всё равно. Хотя лампочки... О! Лампочек нету! Подождите, так лампочек нету. А где-то же были лампочки. Вроде. Где-то я их видел. Вот как минимум лампочка одна. Давайте вкрутим. Оп! И светик появился сразу. Идеально. Лампочки вроде были... Я, наверное, вряд ли их смогу забрать. Оттуда, как минимум. Вот тут они вроде были. Оп! Не пищать. Как-то... Не смогу я их забрать? Да, наверное, не смогу. Даже... Но я туда попасть вообще никак не могу. Блин, жаль очень. Ну ладно. Могу, конечно, лампочку скрутить. Ну, давайте так и сделаем в целом. А вот, тут свет не работает. Теперь работает. Блин. Слышите, вообще посрай, я так понимаю. Да? Чисто пофигу. Чисто мужику. Вообще. Посрать. Что я у него тут дома гуляю. Я дела тут делаю. Ну, просто сто... О! Чё так ярко? Что происходит? Где я? Какого хрена? Чё здесь так... Ха-ха. Какой ужас. Что творится? Сосед! Где там просто как будто... Ядерный взрыв произошёл. Света. О, господи! Что это такое? Как мне теперь свет выключить? Я же даже не знаю, где выключатель. А! Где-то он вот тут вроде. Вырубись. О! Есть! Фух. А что это такое? Почему так ярко? Чё за лампочка? Поменять может? Бэм. Может получше будет? О! Это лампочка такая говно просто. С Алиэкспресс, видимо. Оп. Реально что ли лампочка? Не может же быть. Это лампочка! Проблема в лампочке. Хе-хе. Прикол. Ладно. Делаем. Тут у нас телевизор. И в целом ничего. Три кресла зачем-то? Зачем у нас три кресла, интересно? Шкаф. И в шкафу лампочка, кстати. Специально, видимо. А может это ещё ярче? Хрен знает. Давайте попробуем. Это зелёная лампочка! Ха-ха! Это Халк! Лампочка Халк. Прикол. Лампочка. Лампочка. Лампочка горит зелёный. Окей. Допустим. Он. Не, ему вообще посрать. Мужик! Ты чё? Вообще это самое? С ума сошёл. О, Милкис. Милки-уэй. Я тебе смогу забрать, да? Тебё всё равно. На меня. Я так сказал. Оп. Милкис. Галлон Милк. В процентах. Галлон это вроде этот самый. Короче, как называется. Забыл. Густость. Милк. Милк. Что-то там ещё написано на ней. Немножко рябано. Очень мелким текстом. Корова нарисована. В общем, как-то так. Очень даже интересно. Яблоки здесь. Ему, так понимаю, вообще... Просто посрать на то, что я здесь делаю, да? У него просто отключено всё сейчас, на данный момент. Оп. Чё, мыть пойдёшь? На тебе, покушай. Нормально? Он тут чисто помидоры в кружке сует. Огрызки из-под яблок. Он просто, знаете, яблоки в кружку сует и из кружки пьёт яблоко. Хлеб. Рэд. Вот такие вот ящички у нас здесь есть. Хлебушек. Это не включается, кстати. Фонарик. Прикол. Ну, священие вот это инопланетянское просто просвечивает сквозь стены. Дружище. Ну, тебе вообще, что ли, по барабану? Всё понимаю, но... Мне кажется... О. Открывается. Кстати, Пикатори, это вроде... Ну, я вам рассказывал, это вроде грешники переводится. Вот. Это у нас была. Но она, правда, не открывалась раньше. Но вот Пикатори. О, ты, блин! Мне игра... Ну, вы это видите, скорее всего. Game has crushed. Will close. Зашибись! Ставлю пять тысяч баллов. О! Я камеру сломал. Я просто случайно, ну, типа, кинул... Ну, этот, как его, коробку. Камеры сломались. Они теперь искрятся. Искры, кстати... Искры, кстати, взяты из этого, из прототипа. Когда мы, типа, включаем свет, и начинает лампочка ломаться, типа. Вот. О! Получилось. Я просто подумал, что раз дверь может быть подперта, то я тоже могу ее как-то подпереть. Попытался, типа, просто потыкать. Но ее, оказывается, просто можно выбросить, и, типа, дверь подопрется. Да, все, она теперь закрыта. А с креслом? И с креслом так можно. О, прикольчик. Прикольчик. Вообще, прикиньте, совсем можно. Не, видимо, нельзя. А! Вот этот выключатель выключает свет... Здесь. А, на... Это, подождите, это работает вот так, что ли? Да, это от лампочки работает. То есть, если... Вот так вот сделать, то лампочка будет выключаться в коридоре. Хм. Прикол. То есть, именно этот выключатель отвечает за лампочку у меня в руках. Просто лежачую лампочку включить нельзя. О! Здесь много лампочек, слушайте, всяких. Там вот зеленая, здесь какая-то, смотрите, более желтая такая. Блин, нет, это все-таки выключает. Сейчас. Бэмс. Вот, такой более теплый желтый цвет. Интересный. Прикол. Блин, здесь много лампочек разнообразных. Крутяк. А вот эта лампочка. Кстати, лампочка, смотрите, она сначала смотрела наверх. Теперь, если я ее поставлю, она смотрит вот туда вниз. Тоже интересный факт. Здесь вроде обычная лампочка. То есть, проблем никаких нету. Да, самая обычная лампочка. И опять же, я могу выключать свет в коридоре с помощью этого выключателя. Так вот, я собирался, собственно, сказать, кстати, микроволновку взять нельзя. Собирался сказать, что вот это вот пикатори, у меня вот почему-то мне кажется, что это тоже от пикатори. И в целом здесь все от пикатори. Как будто бы есть такое ощущение небольшое. В общем-то, дом небольшой, но при этом интересный все-таки. Есть в нем какие-то секреты, интереснички, такие прикольные штучки. Вот. Поэтому, я думаю, в следующей серии мы этот дом... Давайте я все-таки вот тут встану. Здесь как будто бы звук не такой громкий. А лучше вообще вот там. Там вообще звук. Звуков нет. Вот. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Такая вот серия. Мы здесь побегали, поизучали баги, всякие нововведения. Вот. В следующей серии, я думаю, мы... Ну, не думаю, а 100%. Почему, кстати, все мерцает? Что это? Так встал, что ли? Че такое? Непонятно. А че мерцает? Подождите. Или мне кажется? Дома у соседа свет мерцает. Странно как тут все. Это вот от этого, что ли? Короче, ладно. В общем, ребят, спасибо, что смотрели. В следующей серии, в общем-то, мы проберемся уже в дом соседа. Запустим вот тут все-таки скрипт. И начнем уже, я так понимаю, полную игру. Все-таки это вступительная некая сценка. Здесь много чего было изучить. И я думаю, в самой игре уже полноценной будет тоже много чего изучить. Я офигел с огромного соседа. Я офигел, в общем-то, с прогресса. Мне очень нравится эта игра пока что. Я надеюсь, вам она тоже зайдет. Вот. В общем-то, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео по соседу, по бенде, по другим играм. И в целом, в общем-то, на этом канале будет много контента. Поэтому колокольчик, подписочка, оформляется. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok